Здравствуйте! Мы находимся на территории скандально известного карьера Дубровка. В августе прошлого года у Ленстройкомпании, арендатора этого участка, приостановили лицензию на добычу песка. Но руководство проигнорировало это предписание и продолжало работу, как показала проверка Ленинградской межрайонной прокуратуры. И вот мы сегодня приехали сюда, чтобы разобраться, на какой стадии здесь ведутся работы и устранены ли все нарушения. Карьер Дубровка – лакомый кусок для предпринимателей. Он расположен всего в 30 километрах от Петербурга. Это земли лесного фонда, отданные под разработку. Всего более сотни гектаров месторождений и миллионы кубометров полезных ископаемых. Арендатор объекта Ленстройкомпания. В августе прошлого года лицензию на добычу недр приостановили. И было за что. Эколог Сергей Виноградов не упускал Дубровку из виду несколько лет. Он фиксировал то, что происходило на площадке уже после приостановки лицензии. По его словам, на протяжении полугода здесь кипела работа. С карьера КАМАЗа везли песок. Обратно – строительный грунт. То, что ресурс действительно добывали, несмотря на запрет – факт, подтвержденный прокуратурой. Надзорные органы проверили объект в феврале. В результате проверки было выявлено, что на карьере Дубровка организация Ленстройкомпания осуществляла деятельность, связанная с недропользованием. Вместе с тем, ранее в конце 2019 года Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области право пользования лицензией было приостановлено ввиду допущениям организации нарушений. «Когда прекращена добыча песка и вывоз его отсюда?» «Добыча у нас с начала августа месяца, как была приостановлена лицензия. Отгрузка производилась просто ранее проданного материала уже». «Вот я 20 дней назад в прокуратуре здесь был предохранной, значит, добыча велась прям на эти. Внизу прям не какого-то песка, который был заранее добыт, а прям пролип с этого места». Новый генеральный директор Ленстройкомпании Алексей Комаров от встречи с нами не отказался. От разговора не уходил, но и прояснить ситуацию толком не мог. Вступив в должность около месяца назад, только начал вникать в курс дела. То, что добыча песка запрещена, Комаров не отрицал, но и на продажу ранее добытого ресурса запрет не распространялся. Соответственно, вывозили то, что добыли до проблемы с законом. Такова версия руководства. «Вот это как раз прокуратура в рамках административного дела и должна все это доказывать. Должны быть макшейдеры, которые все это песок считали, который добытый песок, какая высота это от косов и так далее, и какой вывозился объем. Они же, если вывозили, они тоже продавали его, значит, бухгалтерия должна считаться. В принципе, несложно доказывать». Инспектировать объект самостоятельно нам никто не мешал. Мы проверили точки, которые вызвали нарекания у надзорных органов. «Вот это первая точка, где раньше был автопарк у них, хранились бочки, около 20 бочек, половина из них валялась, что-то протекало, и почва была вся загрязнена. На сей момент, ну, пока каким-то образом это устранено. Ну, если не закапывалось все, а было вывезено и бочки убраны, ну, могли же на другое место перевезти. Вот на этом месте я не вижу нарушений пока экологических. Во время прокурорской инспекции в феврале на территории Дубровки работали помпы. Они откачивали с площадки воду, которая подтопила карьер. «Четыре помпы работало, которые откачивали эту всю воду в различных местах. Это законно, нет?» «Я вам не готов ответить по той простой причине, что делались откосы у нас, а помпы, все это находилось внутри, и все устранено. Но сейчас уже этого нет. Я считаю, что помпы не должны были работать и откачивать, потому что надо с лесничей определить место, и почему это должно происходить. На землю лесного фонда было вынесено. И второе, не должна производиться добыча песка. То есть он должен быть, тот песок, который добыт, он должен быть учтен, и только он вывозится». Куда ушла вода? Вопрос не праздный. Сейчас ее нет даже на территории карьера. Хотя месяц назад здесь спокойно можно было хоть на лодке плавать. «Пару лет назад здесь люди еще отдыхали. То есть вот прямо где мы сейчас идем, чуть-чуть пониже, можно было лежать, загорать, а вот дальше все было обводнено. То есть здесь можно было спокойно покупаться. Обводнение буквально вот 5 метров, и все было покрыто водой. Здесь были даже какое-то время назад трамплины для прыжков в воду. Сейчас, естественно, их уже разобрали». Это уже другой карьер, расположенный буквально через дорогу от Дубровки. На картах он обозначен как озеро Лазурное, но вместо него теперь марсианский пейзаж. Трудно поверить, но когда-то здесь был глубокий и чистый водоем. Одно из немногих мест в регионе, где по санитарным нормам купаться было разрешено. Но теперь все в прошлом. Экосистема нарушена, и восстановить ее будет непросто. «Для того, чтобы вернуть сюда воду, нужно понять, почему она ушла. Сначала устранить причину утечки воды, а потом уже... Потому что иначе даже если сюда каким-то способом отводить воду, допустим, соседнего разрабатываемого карьера, то она все равно будет уходить. Это просто вопрос времени. Поэтому тут нужно понимать, почему она ушла. Гидрологию изучать, инженерные изыскания проводить. И уже после этого будет понятна и причина, собственно, почему вода ушла, и как ее устранить». «А вы к какой причине становитесь?» «Я думаю, что, скорее всего, конечно, из-за соседнего карьера, потому что там карьер полностью сейчас обводненный. Стоят откачивающие устройства, помпы. То есть они сами пытаются избавиться от воды, которая к ним приходит и приходит. Ну, логично предположить, что карьер, который находится меньше, чем 500 метров отсюда, как бы одна из основных причин». В методах работы лендстрой-компании сомневаются не только экологи. Администрация местной базы отдыха видит прямую связь между разработкой месторождения по соседству, исчезновением озера и, соответственно, собственными убытками. «Ну, цифры я, конечно, озвучивать вам не буду. Это все-таки коммерческая тайна. Но нам стало очень тяжело, потому что, как бы, арендная плата и в федеральный бюджет, и в областной бюджет, достаточно большие там суммы. Вот. Ну, вы, как сами понимаете, люди сюда стали в десятки раз меньше ездить. То есть мы сейчас еле держимся на плаву». «Ну, это, наверное, связано с какими-то геологическими особенностями месторождения, что мы там чуть глубже или еще что-то. Поэтому это не готов. Но это, в первое, сделано не специально. И такая особенность, наверное, честно, не готов вам ответить. Внутренними водами связано или еще с чем-то. То есть никакого умысла этого не было». По итогам проверки было возбуждено сразу два дела об административном правонарушении. «Постановление вынесено и направлено для рассмотрения в Комитет государственного экологического надзора. Генеральный директор вину признал, начал, приступил, скажем так, к устранению нарушений. В настоящее время, по информации, которая нам ими предоставлена, часть нарушений устранена, часть находится в стадии устранения». «Будем устранять, потому что у нас не очень хорошее материальное положение. Предыдущим руководством были допущены огромное количество нарушений. По возможности мы сейчас пытаемся, изыскиваем средства для устранения. И также оплаты всех этих штрафов, конечно, будут оплачены». «Лицензия у них есть, она приостановлена временно до устранения нарушений. Соответственно, если нарушения будут устранены, Комитет по природным ресурсам в Ленинградской области, как орган, который предоставил правопользовательную лицензию, решает вопрос либо о возобновлении действия лицензии, либо о ее прекращении». Пока на карьере работы не ведутся, но очевидно, что Дубровка должна оставаться под надзором прокуратуры и общественности. Добро пожаловать в Ленинградской области!